Дальнего Востока Здравствуйте Давайте напомним, какие меры поддержки строительства жилья и социальной инфраструктуры сейчас существуют на Дальнем Востоке? Если говорить про именно Дальний Восток, это скорее всего две таких программы основных Это дальневосточная ипотека, когда беспрецедентный процент, 2%, то есть мы даем нашим гражданам возможность купить жилье И вторая программа это дальневосточный квартал, который практически уже тоже реализуется во всех субъектах Дальнего Востока Где создается территория опережающего развития, где сразу будет заложено строительство школ, детских садов Это комплексное освоение Ну а так же, как и во всей стране, конечно же, реализуют комплексную застройку Это в принципе в рамках существующей сегодня практики по всей стране Также КРТ у нас работает, эта программа также А как в целом развивается отрасль строительства на Дальнем Востоке? Какие темпы строительства жилой застройки отвечают для непоставленным целям? Ну если мы говорим про поставленную цель, один квадратный метр на одного жителя, конечно нет Но если мы говорим про динамику, то в 2022 году мы дали существенный рост на 5% Это было по многоэтажному строительству и более 20% по малоэтажному То есть люди начали строить свое жилье, мы начали проводить туда дороги Мы начали проводить туда инфраструктуру И люди сегодня говорят, да, мы хотим жить в своих домах, в своих коттеджах небольших То есть для того, чтобы растить своих детей и быть счастливы на Дальнем Востоке Поэтому, но если мы будем сравнивать в целом с Россией, конечно, у нас темпы ниже Темпы ниже и это вот первоочередная задача, в том числе для того, чтобы и люди не уезжали с Дальнего Востока А что касается строительства социальной инфраструктуры, успевают ее возводить за возведением обычных жилых домов? Как раз таки, если мы вот в основе говорим Дальневосточного квартала, концепция такова, что Вот у нас Амурскую область взять, у нас уже один инвестор зашел и строит, осваивает площадку Начал возводить два дома и уже сегодня мы видим площадку под детский сад То есть и под школу Мы знаем, где будет находиться школа и детский сад Мы знаем уже источники финансирования И мы знаем, что когда будут сдаваться вот эти первые дома, уже будут социальные объекты построены Поэтому вот такой подход, он, во-первых, делает комфортную жизнь для людей Такой подход позволяет осваивать новые территории, не обязательно в центре А может где-то, значит, около города Но когда у тебя есть и школы, и детский сад, и магазины, и поликлиника То тогда это ничем не отличается от центра города Поэтому, а экология гораздо лучше Поэтому вот такой подход, мне кажется, для Дальнего Востока, он приемлем А какие особенности вообще есть у Дальнего Востока, как у региона, которые влияют на реализацию проектов, на их скорость? Какие особенности? Ну, прежде всего, дороговизна строительных материалов Сегодня промышленность, к сожалению, не успевает за потребностью Когда мы дали вот эту двухпроцентную ипотеку, быстро, значит, возрос спрос, но предложения не было Соответственно, рост строительных материалов, соответственно, увеличение цены за квадратный метр Мы сегодня ждем, когда наши промышленные предприятия, значит, выйдут на мощность свою хорошую Для того, чтобы обеспечить весь строительный комплекс необходимыми строительными материалами Кроме того, и внедрять новые технологии Не только, например, мы строим там в кирпиче, не только мы монолит Мы должны и новое все внедрять, передовые, самые последние технологии Для того, чтобы уменьшить стоимость жилья Поэтому, прежде всего, конечно, это стоимость строительных материалов Это проблема с ресурсами рабочими Потому что у нас, если брать Амурскую область, например, с нескольких больших масштабных строек Там строится газоперерабатывающий завод Есть еще ряд строек, но и это отток определенных кадров И на стройку уже идут там по остаточному принципу Приходится их завозить Поэтому, в том числе, и кадровый голод определенный Но здесь, опять же, на встречу, на помощь могут прийти технологии Технологии, при которых задействовано меньше именно рабочих рук Сегодня мы эти технологии видим А какие варианты решения проблем видят сенаторы и эксперты? Ведь вы не просто так встречались за круглым столом У нас ряд предложений будет Первое, мы хотим увеличить предельную сумму по дальневосточной ипотеке Сегодня 6 миллионов, мы говорим, давайте мы до 9 Потому что с учетом того, что, например, в Приморском крае Там 150 тысяч квадратный метр стоит жилья А новостройка уже там под 200 Понимаете? Поэтому этой суммы не хватает Мы говорим о том, что необходимо в том числе Деньги вкладывать не только в ипотеку, которая разгоняет по сути цену А вкладывать в инфраструктуру Дороги, земельные участки Значит, водопровод, канализация, электричество Когда мы застройщику все это подведем Соответственно, саму коробку построить будут гораздо дешевле Вот эта задача, чтобы у нас на Дальнем Востоке дешевле был квадратный метр, а не дороже Чтобы люди переезжали туда в поисках лучшей жизни А не наоборот Продавая квартиру на Дальнем Востоке Они там могут купить две в Белгороде Понимаете? Такой динамики мы не хотим Нужна обратная динамика для того, чтобы у нас было комфортное жилье Доступное жилье Ну и, соответственно, главное, это наличие работы для наших людей Которые могут себе обеспечить жизнь А что предлагают эксперты? Согласны ли они с вами? Эксперты... В принципе, мы согласны Мы еще собираем все предложения У нас разные есть В том числе, скажем, и локальные проблемы Например, если взять там остров Русский Он лишь наполовину застроен кампусом Там еще большое количество земли И это может быть еще один этап такой Который даст Владивостоку импульс к развитию Но есть ряд причин, в том числе Ну, которые нужно решать Для того, чтобы это было возможным сделать Поэтому сегодня мы Хорошо, что подняли этот вопрос Именно он все-таки Дальневосточный строительный комплекс Он отличается от всей страны И тем самым мы говорим Что здесь нужны уникальные инструменты Для его развития Спасибо, Иван Николаевич Об особенностях строительства жилья На Дальнем Востоке И поддержке отрасли Мы говорили с сенатором Иваном Абрамовым Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова